В 1999 году жительница горного Алтая Антонина Тундинова неожиданно стала получать сведения о состоянии нашей планеты из потустороннего мира. Умершие родители Антонины часто являлись к ней во снах. Антонина Тундинова сначала не понимала смысла этих видений, до тех пор, пока в одну из ночей она не встретила во сне женщину в белых одеждах. Мелодичный женский голос попросил Антонину встать с кровати, взять в руки ручку и записать все, что она сейчас услышит. Да, я внутренне ощущаю. И во мне вот эта антенна как бы шуршит. в моем, вот как бы, вот эта сторона как бы у меня, это как бы божественная сторона. Этой стороной Антонина Тундинова и слышит, и видит. Видения Антонину стали посещать каждый месяц. Она встречалась с посланницей из потустороннего мира и под диктовку записывала все, что ей говорила женщина в белом. Удивленная и напуганная этими странными событиями, Антонина пыталась выяснить, кем является эта мистическая особа. Но каждый раз, когда она задавала этот вопрос, видение исчезало. На Земле есть ряд чудесных мест, которые открывают человеку тайны мироздания. Попадая в эти края, одни вспоминают свои прошлые жизни, другие видят будущее. Ученые считают, что через аномальные зоны осуществляется прямая связь человека с информационным полем планеты, которая хранит все знания о земном и космическом мире. Энергоактивные зоны являются, ну, если применить, значит, шоферский термин, муфтой сцепления физического мира или мир, мир, в котором, так сказать, проявляются законы для вещества, и мир, в котором проявляются законы для чувства и разума. В тех местах, где Земля проявляет свою наивысшую активность, человек способен получить сверхзнания в области астрономии, физических и математических наук, а также открыть в себе сверхспособности к ясновидению, яснослышанию и целительству. О необычайных свойствах такой земли и проживающих на ней людях очень хорошо были осведомлены наши предки. Эти места называли земным раем, беловодьем или шамбалой. Однажды по дороге на работу в школу у Антонины заболело сердце. Она промучилась весь день, но боль так и не прошла. Вечером Антонина услышала знакомый потусторонний голос, который попросил ее записать текст. Антонина села за стол, неожиданно вошла в состояние транса и начала писать. Острая боль в сердце Антонины успокоилась только после того, как она закончила работу. С тех пор сердце Антонины, как антенна, стало часто реагировать на вибрации параллельного мира. Через сердце это как бы серебряная нить. Через антенну я принимаю из космоса вот такие послания. Я чувствую, что вон там, там на небесах есть белое братство. Я как бы с ними общаюсь, держу контакт. В древних восточных книгах сказано, белое братство – это союз великих учителей Шамбалы. Многие таинственные гении прошлого считались ее учениками и сотрудниками. Среди них часто упоминают Пифагора, Платона, Парацельса, Жану Д'Арк, Леонардо да Винчи, Данте. Многие великие умы получали знания посредством таинственного озарения через святых духов или великих учителей. Вскоре Антонина рассказала о фантастической гости в белом платье своей знакомой Ламе и выяснила – женщина из ее снов Елена Рерих, известная ученая, жившая в прошлом столетии. Елена Ивановна была женой художника и философа Николая Рериха и обладала необыкновенной способностью получать телепатические послания от Махатн – великих учителей Востока. На протяжении всей своей жизни Елена Ивановна держала контакт с учителями Шамбалы и записывала их послания. Сельская жительница деревни Кулады Антонина Тундинова совершенно внезапно стала слышать то, что телепатически получала ранее высокообразованная Елена Ивановна Рерих. Антонина Тундинова работает в сельской школе учительницы литературы. Свой дар к яснослышанию она открыла в 40 лет. Никогда раньше о существовании Белого Братства Антонина не знала. С неожиданным появлением дара она стала изучать эзотерические тексты 19-го и 20-го веков. Ее записи оказались продолжением трудов известных провицателей. В текстах Тундиновой все послания людям – хорошо известные истины. В дальнейшем у нас будет очень большая проблема об экологии. Мы разрушаем наш общий дом. И наши братья, вот белые братья, разум, высший разум, очень обеспокоены об этом. Будет ли человечество? Как он перешагнет это трудное время, трудную эпоху? Если не осознает, если он не будет осознанно жить. После того, как у Антонины Тундиновой открылся дар яснослышания, к ней потянулись люди. Кто за советом, с душевной болью, кто с болью физической. Общение с односельчанами для Антонины – это важная духовная работа. Ну, я думаю, что это генетическая память моего народа. В древние времена существовали вот такие люди, Алкшин Судурчин, в моем народе. И вот, когда они покидают, они уже покинули этот мир, и они оставили свои мысли. Ну, пророчество о будущем, ну, это, наверное, в генетическом плане. Ну, я так думаю. Трудно себе представить, что земные и космические излучения Алтайской земли могут влиять на возможности человека. Но среди населения Алтая больше половины людей обладают уникальными способностями. То, кем была для мира известная прорицательница Ванга, в горном Алтае норма вещей. Здесь в каждой деревне есть свой целитель, яснослышащий и ясновидящий пророк. По данным геофизиков, вся территория Алтая является аномальной зоной земли. Энергия, исходящая из разломов, хребтов и радиоактивные излучения курганов способны оказывать на человека сильное воздействие. Вполне возможно, что, значит, на кургане при определенных условиях человек переходился в измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания. Шла коммутация с, ну, опять же, как тут сказать, с тонким планом, или эфирным миром, или как хотите. Вот они коммутировали с, ну, невещественными структурами родственных себе сознания. В начале 20 века поиски Шамбалы приобрели поистине грандиозный масштаб. Два мировых диктатора, Гитлер и Сталин, практически одновременно начали вести тайные исследования тибетских манускриптов в надежде отыскать следы скрытого государства. Сотрудники оккультного бюро НКВД совершили ряд секретных путешествий в Центральную Азию и Тибет. Одной из задач экспедиций был поиск хранилища неведомых сил и союз с древним центром могущества Шамбалой. Сто лет назад сведения о чудесных свойствах земель Алтая были известны российским эзотерикам, в частности, ученому-философу и известному художнику Николаю Рериху. В поисках Шамбала он возглавил научную Центрально-Азиатскую экспедицию. Ему предстояло исследовать земли Алтая, Монголии и Тибета. Советское правительство через Николая Рериха надеялось установить связь и заручиться поддержкой и могуществом Шамбалы. Экспедицию Рериха поддержал нарком Чечерин и сам товарищ Сталин. Советское правительство рассчитывало на то, что Рерих опередит тайное германское общество Анненербе, найдет Шамбалу и сокровенные знания о силе, могуществе и бессмертии. Уже в августе 1926 года экспедиция Рериха беспрепятственно въехала на земли Алтая. В далеких странах, за великими озерами, за горами высокими, там находится священное место, где процветает справедливость. Там живет высшее знание и высшая мудрость на спасение всего будущего человечества. Зовется это место Беловодье. Из записи Николая Константиновича Рериха. В русских преданиях аналогом восточной Шамбалы было загадочное царство Беловодье. На Алтае эту легенду сохранили старообрядцы, которые во время гонений православной церкви дошли до Сибири и остались там жить. И вот крест наш, истинный. Алтайские земли староверы приняли за райские места, по описанию очень похожие на сказочную страну. Здесь стекли молочные реки в кисельных берегах. Старообрядцы решили, что нашли земной рай и поселились в прекрасной Уймонской долине. Но вскоре оказалось, что до самого Беловодья староверы все-таки не дошли. Однако в народной памяти сохранились путеводители в страну правды и справедливости. До Беловодья надо ехать до города Бийска, а потом по Смоленской дороге до реки Устюбы. Есть там горы каменные, снеговые. Есть там деревни Уймон. Есть и люди, которые поведут дальше. Три дня голодной степью до три недели морю. В Верхнем Уймоне остановилась экспедиция Рериха в августе 1926 года. Семья Николая Константиновича разместилась в доме Вахромея Атаманова. Этого простого, на первый взгляд, мужика на селе почитали волхвом. Вахромея Атаманов обладал необычайными психофизическими способностями. Деревенский мужик мог спокойно вернуть в село неуправляемое стадо, вызвать дождь в засушливое лето и подобрать нужные травы от любой хвори. Вахромей Семенович принимал роды и лечил больных. Атаманов сразу заинтересовал Рериха. Если Вахромей так силен в травах и повелевает стихиями, может, он и дорогу в Беловодье укажет? Думал Рерих. Американец, так прозвали Рериха в деревне, дядю Вахромея от себя не отпускал ни на шаг. Они как один человек были. Уже все говорили, вся деревня говорила. Американец, и Вахромей, говорит, это как один человек. Такое у них единство во взглядах. Это совсем такой образованный, культурный человек. А этот простой крестьянский мужик. А вот у них взгляды, мысли были едины. Из деревни Рерихи часто удалялись с Вахромеем в горы. Николай Константинович расспрашивал Атаманова о местных пещерах и тайных тропах к священному царству. По его представлениям, именно в верховьях Белой горы могла находиться чудесная земля Беловодья. Страна Беловодья. Гора Белая, а за нею 40 сороков вершин. Возьми посох Кедра, надень белые одежды. Поднимись на Белую гору, там камень горит, там град стоит. Из записей Николая Рериха. Во всех легендах, собранных Рерихом, в описании и Беловодье, и Шамбалы присутствовал один очень важный для путешественников пункт. Попасть в страну правды и справедливости мог человек только праведной душой, то есть живший в гармонии с природой и по законам Божьим. Рерих неоднократно сравнивал легенды о Беловодье с тибетскими рассказами о Шамбале. В них также упоминалось, что только человек совести мог войти в чудесное царство. И вот эти праведные, которые доходили, бывало дойдут. Туман, синё-синё, а за туманом-то река, а за рекой-то и коровы мычат, и петухи кричат, и люди разговаривают. А дойти нелегко, видно неправедно душой. Позже, когда Рерихи уже уехали из Верхнего Уймона, местные жители поговаривали о том, что Вахромей-атаманов всё-таки водил Рериха в тайной дорогой в Беловодское царство. Вероятно, дяде Вахромею покорялись не только земные стихии, но и силы подземного мира. Тайный путь, которым Вахромей мог провести Рериха до Беловодья в кратчайший срок, лежал напрямую сквозь горы, через пещеры и ущелья. Его потомки говорили нам о том, что какой-то особой тропой Вахромей Семёнович провёл Рерихов до Белухи. Какой-то очень быстрой тропой, возможно, по каким-то пещерам, потому что ходу туда и обратно несколько дней, а Рерихи никогда не удалялись больше, чем на один день. Они делали радиальные выезды здесь из этого дома. Ну вот, как-то успели они там побывать. Отчёт об исследованиях Алтайской земли Николай Константинович сразу же отправил в Москву. О том, нашёл ли он Шамбалу на Алтая, Рерих не обмолвился ни словом. Окружённая Теректинским и Катунским хребтами, Уймонская долина, по данным геофизиков, обладает особой энергетикой. В ясную погоду местные жители не раз наблюдали в разломах хребтов радужное свечение. На этой территории учёными зафиксирован мощный источник подземной энергии. Особенность Теректинского хребта в том, что там очень сложено в основном из пород вулканического происхождения, на котором находится очень большое количество разломов. и породы, которые находятся вот в этих разломах, магнетиты, притягивают к себе различные потоки энергии. По данным исследователей, на этой территории связь с Землёй и небом через кристаллические образования в светящихся хребтах происходит очень быстро. Местные жители считают, что через эти энергетические потоки даже мысли работают со скоростью света. Не успел человек подумать и сделать что-либо, тут же получил результат. Может быть, слишком тонкая граница между реальным и параллельным миром и есть невидимые ворота в Великую Шамбалу. Можно так сказать, что здесь страна Беловодья, где близко находится космическое пространство, где непосредственно работает информация. Люди сюда, когда что-то мыслят, что-то говорят, они делают это осознанно, осмысленно, потому что это всказывается в дальнейшем на их трудовой деятельности, на профессиональной деятельности, в личной жизни. Уже, по мнению современной науки, появились фантастические версии о том, что близкая связь территории Горного Алтая с ноосферой нашей планеты позволяет человеческому сознанию в кратчайшие сроки входить в контакт с высшими вселенскими сущностями и получать ответы на самые жизненные вопросы. Откровения жителей Уймонской долины подтверждают последние открытия ученых в этой области ненаучного знания. Я думаю, что и Господь Бог это тоже космическое какое-то целое, цельное, которое состоит из разума человеческого. Насколько мы разумны, настолько с нами поступает разумно или неразумно. Что мы заслуживаем, то и получаем. А вот каков наш разум? Будем разумны мы все, чтобы у нас меньше было проблем. Сложно сказать, пока к этому нужно идти. Преодолев множество гор, юноша вошел в пещеру старого отшельника, который спросил его, куда ты идешь через эти снежные пустыни? Я стремлюсь найти Шамбалу, отвечал юноша. Тогда тебе не нужно идти так далеко, сказал отшельник. Царство Шамбалы в твоем собственном сердце. Тибетская легенда. В поисках земной Шамбалы паломники, приезжающие на Алтайские земли, часто находят Шамбалу в своем собственном сердце. Исследователи Каракольской долины неоднократно наблюдали, что на данной территории существует возможность общения с высшими планами Вселенной. Возможно, волны, которые источает долина, помогают человеку встретиться со своей настоящей сущностью. Именно на Алтайской земле свое пристанище и духовную Шамбалу обрела английская подданная Джоанна Добсон. Много пережить пришло в Симу в ожидании нового восхода. Пять лет назад Джоанна переехала жить в Сибирь. Комфорт цивилизации молодая женщина поменяла на скромный деревенский дом в небольшой горной деревне. На родине Джоанна оставила семью и друзей. Если человек хочет... Действительно, подущая жить хорошо, тогда он должен отдалиться от людей и где-нибудь посидеть рядом с деревом. И вот так-то он, таким образом, он почувствует свое внутреннее начало. Ну, свою истину почувствует. Впервые Джоанна Добсон вступила на Алтайскую землю в 19 лет. Тогда она испытала необъяснимое внутреннее волнение. Джоанна почувствовала, что, наконец, спустя долгие годы, вернулась на родину. Но как такое могло произойти? Девушка родилась в Англии, она ничего не знала о русской и тем более об алтайской земле. Однако странное чувство новой родины не покидало Джоанну. Через два года она отправилась на алтайские земли во второй раз. Для меня природа и есть самое самое веще. Вот это и есть священный текст, учитель. Ну, самое высокое, то, на что надо настроиться, чтобы жить хорошо. Поэтому я, когда приехала сюда, на Алтай, мечтала о возможности сюда приезжать и пытаться настроиться на то, что я чувствовала. потому что Николай показал, что здесь, именно в этих местах, возможности для расширения сознания, для лечения огромные. Во время второго приезда на Алтай Джоанна часто удалялась в горы. Однажды она пошла гулять по ранее неизвестным местам. Тропинка привела девушку сквозь лес к высоким скалам. Вдруг на горизонте Джоанна увидела ослепительные вспышки света. Девушка не поверила своим глазам, но радужные отблески вскоре повторились вновь. Как только Джоанна приблизилась к скалам, свет исчез. По всему периметру горы девушка обнаружила череду наскальных рисунков. Удивленная произошедшим, Джоанна вернулась домой. Позже к ней пришло озарение. Удивительный горный свет и наскальные рисунки каким-то таинственным образом взаимосвязаны между собой. Мне лично, просто интуитивно кажется, что заложены в этих рисунках сакральные знания, духовные знания. А сакральные знания это и есть знания о жизненных принципах человека, взявных действий с природой, с космосом. Эти таинственные события, которые произошли с Джоанной на Алтае, сильно поразили девушку. В простых изображениях моралов и первобытных людей она увидела необычные сцены охоты. С первого раза Джоанна так и не смогла понять, что именно означают эти древние символы и тот свет, который она видела. Вернувшись на родину, Джоанна начала изучать археологию и русский язык. Это место стало меня очень сильно притягивать. Я мечтала сюда приезжать, какой-то более длительный период здесь жить. И потихоньку так сложилось, что я получила работу в Новосибирске. А еще через несколько лет Джоанна наконец смогла осуществить свою заветную мечту и окончательно перебралась на Алтай. Внутреннее чутье подсказывало девушке, что именно здесь она сможет обрести гармонию и постичь тайны мироздания. Она тогда еще не знала, что Алтай станет ее вторым домом и она больше никогда не вернется на родину. А я тогда знала, что я не вернусь. Хотя и это объяснить не могла. Мне кажется, есть просто естественное продолжение моего пути в жизни. то ли благодаря удивительному стечению обстоятельств, то ли волею судьбы Джоанна поселилась в деревне Бичиктубом. Название этого села на русский язык переводится как наскальные письмена. На территории, где расположена деревня, по сей день сохранился большой комплекс петроглифов. Здесь Джоанна надеялась исследовать и разгадать тайну радужного света, который она увидела несколько лет назад. Джоанна Добсон в алтайской деревне начала вести ненаучное исследование петроглифов. Конкретно о том озарении, которое я получала в этих местах, хотела не говорить публично. Но я могу сказать, что это действительно такие священные места. Это не рисунки самые по себе, которые священные. Это человек в древности, который понимает значимость этого места, вложить через эту очень высокую технику и высокую эстетику вложить какую-то информацию. Джоанна все чаще в одиночестве удалялась в горы. Каждый раз она наблюдала яркие вспышки света. Однако, как только девушка приближалась к скалам, свет рассеивался. Вскоре к Джоанне пришло новое озарение. Она открыла, что петроглифы не простые изображения, это особый энергетический язык. Джоанна символические образы моралов и охотников тут же изобразила в цвете. Я люблю эти чернила, потому что они настолько яркие. И поэтому я, когда их рисую в разных цветах, для меня они становятся живыми. Будто они впервые были исполнены, заполнены светом вот того человека, который их изобразил, и светом того мысла, которое для нас осталось тайной. На Алтае Джоанна пытается восстановить древний язык наскальных рисунков. Она зарисовала в цвете более сотни символов. Однако, о чем говорят древние наскальные письмена, англичанка держит от простых людей в глубочайшей тайне. Интересно, что восточные манускрипты, которые так тщательно изучались в НКВД, Шамбалу описывали как реальное земное государство. Древние карты указывали на череду горных образований, внутри которых должно было располагаться царство справедливости. Из индуистских путеводителей одно следовало ясно. Шамбала находится в центре Азии, на вершине таинственной горы. На вершинах Великой горы высоко над злом возвышается страна вечного счастья. Здесь не холодно и не жарко. Здесь не может быть войн и сражений. Люди этой страны все равны между собой, не знают забот и горя, наслаждаются всеми благами жизни. Махабхарата эпос народов Индии. Исследователи аномальных зон утверждают, что священная на Алтае гора Белоха является одним из самых мощных приемников космической информации. Через эту точку не только человек может связаться с высшими сферами Вселенной, а и сама Земля осуществляет необходимый для жизни планеты энергообмен. Самую величественную вершину Сибири алтайцы называют священной горой Ориона или Учсумер. Судя по географическому расположению Белухи, Шамбала вполне могла скрываться на ее вершинах. После того, как Рерих посетил эти места и уже рассказал об этом всему миру, считается, потом уже пошло это, что здесь находится Шамбала. Многие стали искать это место. по моему пониманию, что Белуха у нас просто священное место. Некоторые паломники и исследователи земель Алтая неоднократно пытались покорить Белуху в надежде попасть в Шамбал. Но смерть поджидает на пороге того, кто возгордится своим могуществом и силой перед таинственной горой. Здесь бывали случаи, что говорили, например, перед походом, на что нам эта Белуха мы ее сейчас за два денька залезем, покорим ее и спустимся. Бывали случаи, что, например, в прошлом году у нас такие спортивные ребята, мастера международного класса забирались на эту Белуху и их накрыло перед тем, как они так сказали, перед этой горой. Как у нас говорят, нельзя хвалиться то, что я сейчас бегаю на эту гору, поднимусь на нее. Алтайцы духа Белухи боятся и почитают. Покорять Священную Гору им строжайше запрещено. Каждого нарушившего табу ждет неминуемая погибель. Я, например, если еду, как меня учили мой дед и моя бабушка, прадед, я говорю свои слова про себя. Я навязываю, например, кайра называется у нас, это белые повязки. Видели, наверное, да? перед тем, как посетить Белуху, я навязываю эту ленточку белую, говорю, молитву говорю про себя. То есть у каждого свое, у алтайцев. Такого культа у нас здесь не чувствуется. по алтайским поверьям дух священной горы Учсумер считается отцом всего Алтая. Он заботится и охраняет алтайцев от врагов, болезней и ненастья. Поэтому белуху здесь чтят и уважают как родного отца. Природа для алтайцев это главный бог. Они с самого детства учатся общаться с духами гор, рек и деревьев. Этим мудрым людям не нужно лезть в гору для того, чтобы попасть в мир гармонии и красоты. Ну а тем, кто не верит в существование духов, алтайцы рассказывают необычайные истории, свидетелями которых некогда были сами. Иногда в них оживают самые настоящие боги. Жительницы алтайского села Телингит Сартагой средь бела дня услышали божественное пение. Так красиво на селе никто никогда не пел. Женщины выбежали на улицу посмотреть на обладательницу дивного голоса, но в округе никого не оказалось. Удивленные необычайным происшествием жители разошлись по домам. Бабушка вышла, никого нету. Она позвала другую подружку свою. Давай выходи. Вот сейчас ты слышала нет, я тоже слышала, пели очень красиво. Ну-ка пойдем посмотрим, никого нету. Они жили на окраине села, там один единственный домик был. И вокруг никого нету. Через некоторое время сын одной из жительниц этого села принес домой бронзовую статуэтку, которую нашел недалеко от дома. Родителям он рассказал, что слышал, как пела бронзовая богиня, но мать, испугавшись необычайной находки сына, попросила его отнести статуэтку в школу. Так поющая богиня оказалась у сельской учительницы Натальи Катучиновой. Однажды, когда Наталья уехала из деревни, в ее доме началось веселье. Соседка, услышав музыку и красивое пение, решила к ней заглянуть. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что дома никого нет. Кто же тогда так красиво пел и смеялся за стенами дома? У меня через стенку живет подружка, учительница тоже. И она говорит, когда ты уезжаешь, ты оставляешь, нет? Буду, говорит, я говорю, оставляю. Вот больше никогда не оставляй. Она ночью говорит, так поет, так красиво хохотит, мне даже жутко становится. Вскоре Наталья увидела сон. С небес на землю к ней спустилась красивая женщина в желтом платье. Себя она назвала белой тарой. На всем вопрос может ответить. Только с ней надо войти в контакт, как по-мобильному. Свой код у нее, мантры есть такие, которые читают, чтобы с ней разговаривать. В буддийской традиции белая тара это женское божество, достигшее совершенства и освобождения, нирваны. Легенда рассказывает о том, что белая тара достигла просветления, но не ушла на небо. Она сознательно осталась на земле помогать людям. Белая тара все видит и знает. У нее семь глаз, по одному на каждой ладони и ступнях, два обычных глаза и один на лбу. Весть о чудесной спасительнице распространилась далеко за пределы Алтайского села. Вскоре в Телингитсар-Тагой приехали тибетские ламы. Паломники поклонились белой бодхисатве и попросили Наталью на сутки оставить их наедине с богиней. После ламы научили Наталью, как с помощью прочтения мантр можно войти в контакт с божеством. и вместе мы быстро собирались и садились вечером. Читали мантру и просили помощи конечно просить. Богатство не надо просить, деньги не надо просить, только здоровье просим. Больше чего надо человеку. Следом за ламами феноменом белой тары заинтересовались ученые. Наталья отвезла белую тару на экспертизу в Санкт-Петербург. Специалисты изучили бронзовую статуэтку и определили, что она была сотворена в 16 веке. Эту редчайшую находку ученые даже захотели купить, но Наталья, уверенная в том, что белая тара обладает живой душой, статуэтку исследователям не продала. Бронзовая певица живет вместе с ней и помогает людям. Ну, а я когда перед ней что-нибудь такое сильно захочу, я, например, у нее на своей миске прошу все. Сижу перед ней позе лотоса прошу на своей миске. Теперь в Теленгит-Сартагой к белой таре паломники едут со всех концов света. Люди просят у бодхисатвы здоровья и удачи. Белая тара иногда хохочет, но никому не отказывает в просьбах. Великая бодхисатва хорошо знает о страданиях человека и исцеляет сердца. Алтайцы поклоняются и общаются с духами природы через энергетические волны. Контакт с духами у местных жителей происходит по-разному. Некоторые слышат голоса во сне, кому-то они приходят во время болезни. В 11 лет Аржан сильно заболел. Ночью во сне к мальчику стали являться демоны. Они ломали его кости и мучили тело ребенка. Вырвавшись из рук демонов, Аржан поправился. Во сне эти люди приходят и его мучают. Мучают? Конечно. Там кости ломают, горстань ломают. Испытав тяжелейшие муки во время болезни, Аржан обрел способность петь. Аржан Кезереков молодой алтайский сказитель кроме дара к горловому пению открыл в себе сверх способности целителя и ясновидца. Первые предсказания он начал делать, когда ему было всего 7 лет. Аржан и сейчас помогает людям. Сперва на человека на дорогу смотришь, потом проблемы решаешь. надо будет голосом, если надо будет некоторые инструменты при этом использовать, тогда уже твои духи только говорят. А потом смотришь, у человека душа где находится. Если бы у человека потеряно, душа худ, чулаза, тогда это ищешь. Голос Аржана, а точнее чистота звука, который он издает, на слушателей оказывает целебное воздействие. Каждый звук из уст горлового певца это волна. Слушатель сам не замечает, как звуковая волна, отправленная Аржаном, достигает больного места. Она через вот эти вибрации, в которые она идет, она попадает в те точки, где нужно убирать. Потом она через вот эти вибрации, она выходит через рот. Когда поет кайчи, для слушателей время останавливается. Под воздействием вибраций голоса сказителя некоторые люди впадают даже в состояние транса и странствуют в параллельных мирах. И потом еще с тремя небесами верхний мир смотрит на нас. Если человек вот некоторые священные места там есть, если человек некоторые там эти некоторые рамки нарушил, то через некоторое время она все равно на этого человека подействует отрицательно. А если он спокойно сказал про себя что-то не бог, а человек, тогда уже нормально. Если человек сказал я бог, тогда это плохо будет. Аржан с улыбкой рассказывает о том, что впереди нас ждет эра большеголовых людей. Именно такими различные источники описывают людей, ушедшие сверх цивилизации Атлантиды. Возможно, что и наша цивилизация когда-нибудь сможет обрести мудрость и силу мифических атлантов. Однако пока наше человечество, считает Аржан, находится на более низкой духовной ступени развития. Мы все тупоголовые. Хоть какие умные там, хоть какие доценты. Потому что неправильно живем. Потому что сердце не случилось, но неправильно. Наше время, говорят, время, говорит, перемен тупоголовых. Своим пением Аржан целебно воздействует не только на людей, но и на всю природу нашей Земли. Алтайцы никогда не искали загадочную Шамбалу. Знание о существовании параллельного мира или мира духов у горных жителей врожденное. В укладе жизни, быту и верованиях они сохранили знания о единстве человека, Земли и космоса. То, что нам кажется легендами и мифами Востока, на Алтае часть древних знаний, которые передаются из поколения в поколение. Много очень реального материала изложено в мифах, в преданиях. Это все очень важное. Сельский учитель Николай пришел к открытию планетарного масштаба. Николай Андреевич смог расшифровать древние легенды и мифы Алтая. Именно они рассказали учителю, как на самом деле устроена наша галактика. Открытие Шадоева говорит о том, что человечество дети небесных светил. На Алтайском языке есть такое выражение суда. На русском языке уж больно мне хочется это суда назвать млечный путь. Это суда проходит сквозь эта ось всей галактики Солнечной системы. Осявая линия проходит сквозь полярную звезду, сквозь Солнце, сквозь Землю. Все планеты Солнечной системы вращаются вокруг вот этой оси суда. И в результате это вращение галактики Солнечной системы очень четкий, точный, только по своему, по своей орбите. В сущности он целиком есть Бог. Легенду о Земле и небе Николай Андреевич услышал впервые от своей бабки. Позднее он начал собирать и изучать древние сказания. Свои догадки о происхождении всего сущего Николай Андреевич сверял с рассказами алтайских долгожителей и ясновидцев, а также с научными открытиями. В результате сельский учитель собрал древнюю книгу знаний Белик. Это знание не только в реальном мире, природе. Это знание прежде связи человека с природой, а точнее с духами, связи человека с параллельным миром, тот, кого мы называем тот свет. Кто они такие? В представлении Николая Андреевича параллельный мир реально существует. Известные в науке альфа, бета, гамма, дельта, лучи и невидимый спектр ультрафиолетовых лучей и есть духи параллельного мира. Эти духи называемые души, он живет внутри нас и вокруг нас и везде. Нельзя называть так, если параллельный мир, там какой-то шторы висят, за шторой что-то, да ничего такого шторы нет. То, вот, здесь он, параллельный мир, вокруг нас, рядом с нами, мы внутренне уходим, как тело. Ничего своего тут нет. Только их познать надо. Николай Андреевич утверждает, что духи видят, слышат и чувствуют. Они одаривают и наказывают человека за его поступки. Духи превращаются в кого и во что угодно. Духи оживляют природу, воду, воздух, огонь, землю. Именно их видят ясновидящие. Если тело человека воплощается из земли, воды, воздуха и огня, то душа рождается из лучей с положительным и отрицательным зарядом. В момент в момент зачатия будущего дитя утроба матери попадает сразу два заряда. Небесно отцовский положительный земной отрицательный заряд материнский. Они контактируются в том месте, где грудная клетка будет будущего дитя в утробе матери. Николай Андреевич считает, что именно душа человека дает телу жизнь. Ее состояние отвечает за здоровье организма. Она же определяет индивидуальный темперамент и характер. В общей сложности эволюция души длится тысяча восемь лет от одного воплощения к другому. Так вот, смерть это и есть разрыв от этих двух зарядов. Вот когда разрывается этот заряд, отцовское начало, положительный заряд отчела человек отделяется и обратно возвращается. Если он легкий, греха не совершал, а если много совершил греха, он будет тяжелый, тяжелый, он попадет обратно туда на очистку. Много из того, что рассказывает сейчас Николай Андреевич, среди алтайцев считается сокровенным знанием. Однако учитель считает, что пришло время эти знания открывать людям. сейчас наша планета выходит на новый эволюционный виток развития. Ведь развитие истории каждого народа, может быть, даже в целом человечества, оно же, все это развитие идет циклами. Первый цикл, второй цикл, третий цикл. И вот как один цикл, когда меняется другим циклом, происходят определенные, как у нас раньше говорили, взрывы. Вот как раз сейчас идет цикл, конец одного цикла. В будущем начнется другой цикл. Две с половиной тысячи лет назад представители древней цивилизации майя уже предсказывали дату перехода человечества на новый этап развития. Окончание этого цикла приходится на 2012 год. Сегодня смену эпох прогнозируют многие исследователи, в том числе и люди большой науки. Надо готовиться к необычностям, а необычностей становится все больше, все больше фотографий необычных рыб там, необычных муравьев и так далее. Даже если вы к себе будете присматриваться более серьезно, то в своем внутреннем полупространстве, то есть в климате ваших чувств, ваших мыслей, вы можете отметить некоторые необычности. И этого бояться не надо. Потому что новый мир, если можно так сказать, или новый климат, или новое состояние биосферы, или новое состояние геологии, физической среды, стучится и к нам, каждому из нас. Николай Рерих, исследовав земли Алтая, нашел царство Шамбалы. До конца жизни Рерих поддерживал телепатический контакт с Махатмами. Тибетские ламы считают, что Шамбала это ум человека в просветленном состоянии. Поэтому Шамбала блуждает по миру в зависимости от духовных идей и может находиться как на Алтае или Тибете, так и в любом другом месте. Открытие ученых говорит о том, что сама Земля может являться проводником человека в параллельные миры, кстати, геомагнитные свойства алтайских территорий только недавно стали публично оглашаться. За это время аномальная Земля стала проводником в Шамбалу для нескольких тысяч людей. Но только немногие из них рассказывают, что в действительности под своим покровом скрывает эта таинственная страна. Общение с односельчанами для Антонины это важная духовная работа. Я думаю, что это генетическая память моего народа. В древние времена существовали такие люди в моем народе. И вот когда они покидают, они уже покинули этот мир, и они оставили свои мысли. пророчества о будущем. Это наверное в генетическом плане. Я так думаю. Трудно себе представить, что земные и космические излучения Алтайской Земли могут влиять на возможности человека. Но среди населения Алтая больше половины людей обладают уникальными способностями. То, кем была для мира известная прорицательница Ванга, в горном Алтае норма вещей. Здесь в каждой деревне есть свой целитель, яснослышащий и ясновидящий пророк. По данным геофизиков, вся территория Алтая является аномальной зоной Земли. Энергия, исходящая из разломов хребтов и радиоактивные излучения курганов способны оказывать на человека сильное воздействие. Вполне возможно, что значит на кургане при определенных условиях человек переходился в измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания. Шла коммутация с, ну опять же, как тут сказать, с тонким планом или эфирным миром, или как хотите. Вот они коммутировали с, ну, невещественными структурами родственных себе сознания. В начале 20-го века поиски Шамбалы приобрели поистине грандиозный масштаб. Два мировых диктатора, Гитлер и Сталин, практически одновременно начали вести тайные исследования тибетских манускриптов в надежде отыскать следы скрытого государства. Сотрудники оккультного бюро НКВД совершили ряд секретных путешествий в Центральную Азию и Тибет. Одной из задач экспедиций был поиск хранилища неведомых сил и союз с древним центром могущества Шамбалой. Сто лет назад сведения о чудесных свойствах земель Алтая были известны российским эзотерикам, в частности ученому-философу и известному художнику Николаю Рериху. В поисках Шамбала он возглавил научную Центрально-Азиатскую экспедицию. Ему предстояло исследовать земли Алтая, Монголии и Тибета. Советское правительство через Николая Рериха надеялось установить связь и заручиться поддержкой и могуществом Шамбалы. Экспедицию Рериха поддержал нарком Чечерин и сам товарищ Сталин. Советское правительство рассчитывало на то, что Рерих опередит тайное германское общество Анненербе. Найдет Шамбалу и сокровенные знания о силе, могуществе и бессмертии. Уже в августе 1920... На Беловодье надо бы наехать до города Бийска, а потом по Смоленской дороге до реки Устюбы, есть там горы каменные, снеговые, есть там деревни Уймон, есть и люди, которые поведут дальше. Три дня голодной степью до три недели морю. В Верхнем Уймоне остановилась экспедиция Рериха в августе 1926 года. Семья Николая Константиновича разместилась в доме Вахрамея Атаманова. Этого простого на первый взгляд мужика на селе почитали волхвом. Вахрамея Атаманов обладал необычайными психофизическими способностями. Деревенский мужик мог спокойно вернуть в село неуправляемое стадо, вызвать дождь в засушливое лето и подобрать нужные травы от любой хвори. Вахрамей Семенович принимал роды и лечил больных. Атаманов сразу заинтересовал Рериха. Если Вахрамей так силен в травах и повелевает стихиями, может он и дорогу в Беловодье укажет? Думал Рерих. Американец так прозвали Рериха в деревне дядю Вахрамея от себя не отпускал ни на шаг. Они как один человек были. Уже все говорили, вся деревня говорила. Американец и Вахрамей говорит, это как один человек. Такое у них единство во взглядах. Это совсем такой образованный, культурный человек. А этот простой крестьянский мужик. А вот у них взгляды, мысли были едины. Из деревни Рерихи часто удалялись с Вахрамеем в горы. Николай Константинович расспрашивал Атаманова о местных пещерах и тайных тропах к священному царству. По его представлениям, именно в верховьях Белой горы могла находиться чудесная земля Беловодья. Страна Беловодья. Гора белая, а за нею сорок сорок вершин. Возьми посох кедра, надень белые одежды, поднимись на Белую гору, там камень горит, там град стоит. Из записей Николая Рериха. Во всех легендах, собранных Рерихом, в описании и Беловодье, и Шамбалы присутствовал один очень важный для путешественников пункт. Попасть в страну правды и справедливости мог человек только праведной душой, то есть живший в гармонии с природой и по законам Божьим. Рерих неоднократно сравнивал легенды о Беловодье с тибетскими рассказами о Шамбале. В них также упоминалось, что только мог войти в чудесное царство. И вот эти праведные, которые доходили, бывало дойдут. Туман, синё-синё, а за туманом-то река, а за рекой-то и коровы мычат, и петухи кричат, и люди разговаривают. А дойти нелегко, видно неправедно душой. Позже, когда Рерихи уже уехали из верхнего Уймона, местные жители поговаривали о том, что в охроме атаманов фраза Джана так и не смогла понять, что именно означают эти древние символы и тот свет, который она видела. Вернувшись на родину, Джанна начала изучать археологию и русский язык. Это место стало меня очень сильно притягивать. Я мечтала сюда приезжать, какой-то более длительный период здесь жить. И потихоньку так сложилось, что я получила работу в Новосибирске. А еще через несколько лет Джанна наконец смогла осуществить свою заветную мечту и окончательно перебралась на Алтай. Внутреннее чутье подсказывало девушке, что именно здесь она сможет обрести гармонию и постичь тайны мироздания. Она тогда еще не знала, что Алтай станет ее вторым домом и она больше никогда не вернется на родину. А я тогда знала, что я не вернусь. Хотя и это объяснить не могла. Мне кажется, есть просто естественное продолжение моего пути в жизни. То ли благодаря удивительному стечению обстоятельств, то ли волею судьбы Джанна поселилась в деревне Бичиктубом. Название этого села на русский язык переводится как наскальные письмена. На территории, где расположена деревня, по сей день сохранился большой комплекс петроглифов. Здесь Джанна надеялась исследовать и разгадать тайну радужного света, который она увидела несколько лет назад. Джанна Добсон в Алтайской деревне начала вести ненаучное исследование петроглифов. Конкретно о том озарении, которое я получала в местах хотелось не говорить публично. Но я могу сказать, что это действительно такие священные места. Это не рисунки самые по себе, которые священные. Это человек в древности, который понимает значимость этого места вложить через очень высокую технику и высокую эстетику вложить какую-то информацию. Джанна все чаще в одиночестве удалялась в горы. Каждый раз она наблюдала яркие вспышки света. Однако, как только девушка приближалась к скалам, свет рассеивался. Вскоре к Джанне пришло новое озарение. Она открыла, что петроглифы непростые изображения. Это особый энергетический язык. Джанна символические образы моралов и охотников тут же изобразила в цвете. Я люблю эти чернила, потому что они настолько яркие. И поэтому я, когда их рисую в разных цветах, для меня они... А я тогда знала, что я не вернусь. Вот. Хотя им это объяснить не могла. Мне кажется, есть просто естественное проложение моего пути в жизни. Я не могла в моем мире. Я не могла жить Я не могла жить в Я то ли благодаря удивительному стечению обстоятельств, то ли волею судьбы Джанна поселилась в деревне Бичик-Тубом. Название этого села на русский язык переводится как наскальные письмена. На территории, где расположена деревня, по сей день сохранился большой комплекс петроглифов. Здесь Джанна надеялась исследовать и разгадать тайну радужного света, который она увидела несколько лет назад. Джанна Добсон в алтайской деревне начала вести ненаучное исследование петроглифов. Конкретно о том озарении, которое я получала в 8 местах, хотелось не говорить публично. Но я могу сказать, что это действительно такие священные места. Это не рисунки самые по себе, которые священные. Это человек в древности, который понимает значимость этого места вложить через очень высокую технику и высокую эстетику вложить какую-то информацию. Джанна все чаще в одиночестве удалялась в горы. Каждый раз она наблюдала яркие вспышки света. Однако, как только девушка приближалась к скалам, свет рассеивался. Вскоре к Джанне пришло новое озарение. Она открыла, что петроглифы не простые изображения, это особый энергетический язык. Джанна символические образы моралов и охотников тут же изобразила в цвете. Я люблю эти чернила, потому что они настолько яркие. И поэтому я, когда их рисую в разных цветах, для меня они становятся живыми. Будто они когда-то впервые были исполнены, заполнены светом вот того человека, который их изобразил и светом того мысла, который для нас остался тайной. На Алтае Джанна пытается восстановить древний язык наскальных рисунков. Она зарисовала в цвете более сотни символов. Однако, о чем говорят древние наскальные письмена, англичанка держит от простых людей в глубочайшей тайне. Интересно, что восточные манускрипты, которые так тщательно изучались в НКВД, Шамбулу описывали как реальное земное государство. Древние карты указывали на череду горек с петроглифов. Здесь Джанна надеялась исследовать и разгадать тайну радужного света, который она увидела несколько лет назад. Джанна Добсон в Алтайской деревне начала вести ненаучное исследование петроглифов. Конкретно о том озарении, которое я получала в этих местах, хотела не говорить публично. Но я могу сказать, что это действительно такие священные места. Это не рисунки самые по себе, которые священные. Это человек в древности, который понимает значимость этого места вложить через эту очень высокую технику и высокую эстетику вложить какую-то информацию. Джанна все чаще в одиночестве удалялась в горы. Каждый раз она наблюдала яркие вспышки света. Однако, как только девушка приближалась к скалам, свет рассеивался. Вскоре к Джанне пришло новое озарение. Она открыла, что петроглифы не простые изображения, это особый энергетический язык. Джанна символические образы моралов и охотников тут же изобразила в цвете. Я люблю эти чернила, потому что они настолько яркие. И поэтому я, когда их рисую в разных цветах, для меня они становятся живыми. Будто они, когда впервые были исполнены, заполнены светом вот того человека, который их изобразил. и светом того мысла, который для нас остался тайной. На Алтае Джанна пытается восстановить древний язык наскальных рисунков. Она зарисовала в цвете более сотни символов. Однако, о чем говорят древние наскальные письмена, англичанка держит от простых людей в глубочайшей тайне. Интересно, что восточные манускрипты, которые так тщательно изучались в НКВД, Шамбалу описывали как реальное земное государство. Древние карты указывали на череду горных образований, внутри которых должно было располагаться царство справедливости. Из индуистских путеводителей одно следовало ясно. Шамбала находится в центре Азии, на вершине таинственной горы. На вершинах Великой горы высоко над злом возвышается страна вечного счастья. Здесь ни холодно и ни жарко. Здесь не может быть войн и сражений. Люди этой страны все равны между собой, не знают забот и горя, наслаждаются всеми благами жизни. Махабхарата эпос народов Индии. У них единство во взглядах. Это совсем такой образованный культурный человек, а этот простой крестьянский мужик, а вот у них взгляды, мысли были едины. Из деревни рерихи часто удалялись с вахромеем в горы. Николай Константинович расспрашивал Атаманова о местных пещерах и тайных тропах к священному царству. По его представлениям именно в верховьях Белой горы могла находиться чудесная земля Беловодья. Страна Беловодья, гора белая, а за нею сорок сороков вершин. Возьми посох кедра, надень белые одежды, поднимись на Белую гору, там камень горит, там град стоит. Из записей Николая Рериха. Во всех легендах, собранных Рерихом, в описании и Беловодье, и Шамбалы присутствовал один очень важный для путешественников пункт. Попасть в страну правды и справедливости мог человек только праведной душой, то есть живший в гармонии с природой и по законам Божьим. Рерих неоднократно сравнивал легенды о Беловодье с тибетскими рассказами о Шамбале. В них также упоминалось, что только человек совести мог войти в чудесное царство. И вот эти праведные, которые доходили, бывало дойдут. Туман, синё-синё, а за туманом-то река. Субтитры создавал DimaTorzok из этого дома. Ну вот, как-то успели они там побывать. Отчёт об исследованиях Алтайской земли Николай Константинович сразу же отправил в Москву. О том, нашёл ли он Шамбалу на Алтае, Рерих не обмолвился ни словом. Окружённое Тиректинским и Катунским хребтами, Уймонская долина по данным геофизиков обладает особой энергетикой. В ясную погоду местные жители не раз сонным полем планеты, которая хранит все знания о земном и космическом мире. Энергоактивные зоны являются, ну, если применить, значит, шофёрский термин, муфтой сцепления физического мира или мир, в котором, так сказать, проявляются законы для вещества, и мир, в котором проявляются законы для чувства и разума. В тех местах, где Земля проявляет свою наивысшую активность, человек способен получить сверхзнания в области астрономии, физических и математических наук, а также открыть в себе сверхспособности к ясновидению, яснослышанию и целительству. О необычайных свойствах такой Земли и проживающих на ней людях очень хорошо были осведомлены наши предки. Эти места называли земным раем, беловодьем или шамбалой. Однажды по дороге на работу в школу у Антонины заболело сердце. Она промучилась весь день, но боль так и не прошла. Вечером Антонина услышала знакомый потусторонний голос, который попросил ее записать текст. Антонина села за стол, неожиданно вошла в состояние транса и начала писать. Острая боль в сердце Антонины успокоилась только после того, как она закончила работу. С тех пор сердце Антонины как антенна стало часто реагировать на вибрации параллельного мира. Через сердце это как бы серебряная нить. Через антенну я принимаю из космоса вот такие послания. Я чувствую, что он там, там на небесах есть белое братство. Вот я как бы с ними общаюсь, держу контакт. В древних восточных книгах сказано, белое братство это союз великих учителей Шамбалы. Многие таинственные гении прошлого считались ее учениками и сотрудниками. Среди них часто упоминают Пифагора, Платона, Парацельса, Жану Дарк, Леонардо да Винчи, Данте. Многие великие умы получали знания посредством таинственного озарения, через святых духов или великих учителей. Вскоре Антонина рассказала о фантастической гости в белом платье своей знакомой Ламе и выяснила женщина из ее снов Елена Рерих известная ученая жившая в прошлом столетии. Елена Ивановна была женой художника и философа Николая Рериха и обладала необыкновенной способностью получать телепатические послания от Махатн великих учителей Востока. На протяжении всей своей жизни Елена Ивановна держала контакт с учителями Шамбалы и записывала их послания. Сельская и высокая степенька вложить какую-то информацию. Джанна все чаще в одиночестве удалялась в горы. Каждый раз она наблюдала яркие вспышки света. Однако как только девушка приближалась к скалам свет рассеивался. Вскоре к Джанне пришло новое озарение. Она открыла что петроглифы не простые изображения это особый энергетический язык. Джанна символические образы моралов и охотников тут же изобразила в цвете. Я люблю эти чернила потому что они настолько яркие и поэтому я когда их рисую в разных цветах для меня они становятся живыми. Будто они когда впервые были исполнены заполнены светом вот того человека который их изобразил и светом того мысла который для нас остался тайной. На Алтае Джанна пытается восстановить древний язык наскальных рисунков. Она зарисовала в цвете более сотни символов. Однако о чем говорят древние наскальные письмена англичанка держит от простых людей в глубочайшей тайне. Интересно что восточные манускрипты которые так тщательно изучались в НКВД Шамбалу описывали как реальное земное государство. Древние карты указывали на череду горных образований внутри которых должно было располагаться царство справедливости. Из индуистских путеводителей одно следовало ясно Шамбала находится в центре Азии на вершине таинственной горы. На вершинах Великой горы высоко над злом возвышается страна вечного счастья. Здесь не холодно и не жарко. Здесь не может быть войн и сражений. Люди этой страны все равны между собой. Не знают забот и горя. Наслаждаются всеми благами жизни. Махабхарата эпос народов Индии. Исследователи аномальных зон утверждают, что священная на Алтае гора Белоха является одним из самых мощных приемников космической информации. Через эту точку не только человек может связаться с высшими сферами Вселенной, а и сама Земля осуществляет необходимый для жизни планеты энергообмен. Самую величественную вершину Сибири алтайцы называют священной горой Ориона или Учсумер. Судя по географическому расположению Белухи, Шамбала вполне могла скрываться на ее вершинах. После того, как Рерих посетил это время трудную эпоху, если не осознает, если он не будет осознанно жить. После того, как у Антонины Тундиновой открылся дар яснослышания, к ней потянулись люди, кто за советом, с душевной болью, кто с болью физической. Общение с односельчанами для Антонины это важная духовная работа. Трудно себе представить, что земные и космические излучения Алтайской Земли могут влиять на возможности человека, но среди населения Алтая больше половины людей обладают уникальными способностями. То, кем была для мира известная прорицательница Ванга, в горном Алтае норма вещей. Здесь в каждой деревне есть свой целитель, яснослышащий и ясновидящий пророк. По данным геофизиков, вся территория Алтая является аномальной зоной Земли. Энергия, исходящая из разломов хребтов и радиоактивные излучения курганов способны оказывать на человека сильное воздействие. Вполне возможно, что значит на кургане при определенных условиях человек переходился в измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания. шла коммутация с тонким планом или эфирным миром или как хотите. Вот они коммутировали с невещественными структурами родственных себе сознания. В начале 20 века поиски Шамбалы приобрели поистине грандиозный масштаб. Два мировых диктатора Гитлер и Сталин практически одновременно начали вести тайные исследования тибетских манускриптов в надежде отыскать следы скрытого государства. Сотрудники оккультного бюро НКВД совершили ряд секретных путешествий в Центральную Азию и Тибет. Одной из задач экспедиций был поиск хранилища неведомых сил и союз с древним центром могущества Шамбалой. Сто лет назад сведения о чудесных свойствах земель Алтая были известны российским эзотерикам в частности ученому-философу и известному художнику Николаю Рериху. В поисках Шамбала он возглавил научную центрально-азиатскую экспедицию. Ему предстояло исследовать земли Алтая, Монголии и Тибета. Советское правительство через Николая Рериха надеялось установить связь и заручиться поддержкой и могуществом Шамбалы. Экспедицию Рериха поддержал наразаботиться и охраняет алтайцев от врагов болезней и ненастья. Поэтому белуху здесь чтят и уважают как родного отца. Природа для алтайцев это главный бог. Они с самого детства учатся общаться с духами гор, рек и деревьев. Этим мудрым людям не нужно лезть в гору для того, чтобы попасть в мир гармонии и красоты. Ну а тем, кто не верит в существование духов, алтайцы рассказывают необычайные истории, свидетелями которых некогда были сами. Иногда в них оживают самые настоящие боги. Жительницы алтайского села Теленгитс Сартагой средь бела дня услышали божественное пение. Так красиво на селе никто никогда не пел. Женщины выбежали на улицу посмотреть на обладательницу дивного голоса, но в округе никого не оказалось. Удивленные необычайным происшествием жители разошлись по домам. Бабушка вышла, никого нету. Она позвала другую подружку свою. Давай выходи. Вот сейчас ты слышала нет? Я тоже слышала. Белия очень красивая. Ну-ка пойдем посмотрим. Никого нету. Они жили на окраине села. Там один единственный домик был. И вокруг никого нету. Через некоторое время сын одной из жительниц этого села принес домой бронзовую статуэтку, которую нашел недалеко от дома. Родителям он рассказал, что слышал, как пела бронзовая богиня. Но мать, испугавшись необычайной находки сына, попросила его отнести статуэтку в школу. Так поющая богиня оказалась у сельской учительницы Натальи Катучиновой. Однажды, когда Наталья уехала из деревни, в ее доме началось веселье. Соседка, услышав музыку и красивое пение, решила к ней заглянуть. Каково же было ее удивление, когда она обнаружила, что дома никого нет? Кто же тогда так красиво пел и смеялся за стенами дома? У меня через стенку живет подружка, учительница тоже. И она говорит, когда ты уезжаешь, ты оставляешь, нет? Буду, я говорю, оставляю. Вот больше никогда не оставляй. Она ночью так поет, так красиво хохочет, мне даже жутко становится. Вскоре Наталья увидела сон. С небес на землю к ней спустилась красивая женщина в желтом платье. Себя она назвала Белой Тарой. На всем вопрос может ответить. Только с ней надо войти в контакт, как по-мобильному. Свой код у нее, мантры есть такие, которые читают, чтобы с ней разговаривать. В буддийской традиции белая тара это женская бахидала Джоанну. Через два года она отправилась на алтайские земли во второй раз. Для меня природа и есть самое веще. Вот это есть священный текст, учитель. самое высокое то, на что надо настроиться, чтобы жить хорошо. Поэтому я когда приехала сюда на алтай, мечтала о возможности сюда приезжать и пытаться настроиться на то, что я чувствовала. Потому что показалось, что здесь именно в этих местах возможности для расширения сознания, для лечения огромные. Во время второго приезда на Алтай Джоанна часто удалялась в горы. Однажды она пошла гулять по ранее неизвестным местам. Тропинка привела девушку сквозь лес к высоким скалам. Вдруг на горизонте Джоанна увидела ослепительные вспышки света. Девушка не поверила своим глазам, но радужные отблески вскоре повторились вновь. Как только Джоанна приблизилась к скалам, свет исчез. По всему периметру горы девушка обнаружила череду наскальных рисунков. Удивительный горный свет и наскальные рисунки каким-то таинственным образом взаимосвязаны между собой. Мне лично просто интуитивно кажется, что заложены в этих рисунках сакральные знания, духовные знания. А сакральные знания это и есть знания о жизненных принципах человека взявные действия с природой, с космосом. Эти таинственные события, которые произошли с Джанной на Алтае, сильно поразили девушку. В простых изображениях моралов и первобытных людей она увидела необычные сцены охоты. С первого раза Джанна так и не смогла понять, что именно означают эти древние символы и тот свет, который она видела. Вернувшись на родину, Джанна начала изучать археологию и русский язык. Это место стало меня очень сильно притягивать. Я мечтала сюда приезжать, какой-то более длительный период здесь жить. И потихоньку так сложилось, что я получила работу в Новосибирске. А еще через несколько лет Джанна наконец смогла осуществить свою заветную мечту и окончательно перебралась на Алтай. внутренней ситуации